Эти просторные, светлые, пока еще пустые комнаты приводят в порядок, чтобы уже вскоре все здесь заиграло яркими красками. Сюда будут приходить маленькие жители Самары. Это центральная детская библиотека на аэродромной. Она располагается здесь с 1977 года и ни разу не ремонтировалась. В этом году, благодаря национальному проекту «Культура» час Икс настал. В национальном проекте предполагается, что здесь будет полностью проведен капитальный ремонт. Здесь будет полностью уже часть оборудования закуплена. Новые книги, новые периодические издания, новые компьютеры, VR-оборудование для подростков, мультимедийный зал очень интересный. Федеральные деньги позволили не только сделать капитальный ремонт, заменой коммуникации, электричества, возведением системы вентиляции, которая из-за старой конструкции здания не предусмотрена, но и рассчитывать на уникальный дизайн решения. Двери откроют современный центр, где можно будет не только читать книги, но и проводить лекции, мастер-классы. Пространство разделили на две части – для малышей и для подростков. В первой появится большая зона развлечений с мягкими уголками и развивающими играми. Для подростков обустроят лаунж – место, где они смогут проводить время вне школы и дома. Наша задача была сделать сейчас новую историю, то есть библиотеку, которая была бы не просто библиотекой, была бы неким культурным центром. Так как, в принципе, сейчас во всем мире формат библиотек трансформируется. Проверить, как идет ремонт, приехала глава города Елена Лапушкина. В чем идея вот эта была? Это, в принципе, все за основу была взята некая история Самарской Луки. По сути, вот эти все стеллажи, они как бы какие-то там детские убежища, такие игровые модули. По сути, это не просто там стеллажи, это некий фантастический ландшафт такой. Сейчас фасад детской библиотеки уже украсили красочные рисунки и знаменитые крылатые фразы из книг. Заменили окна, залили полы, приступили к внутренней отделке. Мы хотели бы к 1 декабря показать вот эту часть, потому что мы ее, а к концу декабря все остальное. Перемены благодаря нацпроекту «Культура» коснулись не только центральной детской библиотеки. Новая техника и книги появились в 8-й городской взрослой. Сейчас приобретено световое звуковое оборудование, вот оно представлено, цифровой пианино стоит. С помощью новых компьютерных программ теперь можно узнать, есть ли нужное произведение в наличии и отложить его онлайн. Останется лишь прийти и забрать. Посещать читальню могут не только зарегистрированные пользователи. Любой житель может свободно воспользоваться интернетом и информационными системами, которыми располагает библиотека. Например, «Консультант Плюс». Небольшой косметический ремонт проходит и здесь. Латают крышу, подкрашивают стены и устанавливают пандусы. Деньги на преображение выделила городская администрация по программе развития культуры в городском округе Самара. Мария Левина, Василий Калдашов. События.